Привет всем самоизолирующимся! Как вы, возможно, знаете, в России в конце 19 века и в начале 20-го был свой коронавирус под названием терроризм. И он зачастую точно так же воздействовал не столько на общественность, сколько на власть придержащих. Началось это с Александра II, на которого было совершено несколько покушений. Я про это все очень подробно в свое время тоже вещал. И у себя на канале, и на канале Дмитрия Юрьевича Пучкова А.К. Гоблин. И пик начался с 2 апреля 1879 года, когда некто Александр Соловьев вышел практически на Дворцовую площадь и разрядил обойму в Александра II, не попав ни разу. У меня есть об этом выпуске у меня на канале. Я оставлю вот эту ссылку. Я это снимал еще давным-давно. Но потом есть еще и более подробный рассказ в другом канале, который я опомянул. К чему это привело? Это привело к указу, который сдал Александр II. Он еще, конечно, не вынуждал самоизолироваться, но он, во-первых, запрещал свободную продажу оружия. Во-вторых, он обязывал дворников следить за жильцами в течение 24 часов, то есть круглосуточно. И было еще масса всевозможных аспектов, которые очень сильно ужесточили жизнь Российской империи. Ну, например, выдача видов на жительство в столицах, а таковые имелись. То есть, чтобы проживать там в Петербурге, Москве и еще ряде городов, включая Киев и Варшаву, вам нужно было иметь специальную бумагу, специальное разрешение, потому что вдруг выжит, не дай бог. Для этих категорий граждан были свои лимиты на тот момент. Ну, а 5 февраля 1880 года в Зимнем дворце произошел взрыв, устроенный Степаном Халтуриным. И я, кстати, хочу вам показать мемориальную доску, которую, как обычно, никто никогда не видит в Зимнем дворце в Эрмитаже, когда идет туда на экскурсию, потому что она, во-первых, она неприметна, во-вторых, она сидит в том месте дворца, куда редко доходят стопы экскурсантов, там находится циркский ковер. В общем-то, на самом деле, одна из величайших достопримечательностей Эрмитажа, но таковых у него немало. Так вот, 19-20 февраля должны были состояться торжества по всей Российской империи, которые были направлены на... ну, не направлены, посвященные 25-летию восшествия Александра II на престол. И вот с 8 февраля по 19 февраля царь сидел безвыездно в Зимнем дворце. Ну, то есть, в ряде книгах пишут, что он ограничил... ну, как он... свои выезды, ну, как он ограничил? Он просто не показывал носу из собственного жилища. И вплоть до самой своей смерти он был крайне стеснен в передвижениях. В итоге это все связалось к тому, что он вообще выезжал раз в неделю, вот, на развод караула. И даже 1 марта 1881 года его тогда уже официальная жена Екатерина Благорукова отговаривала его ехать в Манеж, чуя сердцем, женское сердце, знаете, особенно любящее оно такое, чуя сердцем, что будет что-то неладное. Ну, вот он поехал и в итоге был убит на набережной Екатеринского канала. Об этом тоже я уже миллион раз рассказывал и в видео, и у себя на экскурсиях. И, соответственно, ему на смену пришел Александр Третий. И вот здесь начинается уже довольно плотная история самоизоляции, потому что царь поселился в Гатчине. И поселился он там, потому что это была загорная резиденция, и ее было гораздо проще охранять. Можно было просто оцепить все по кругу, и террористы не могли туда проникнуть. И удивительный факт заключается в том, что чтобы легитимизировать свою власть, он должен был отправиться в Москву, в Успенский собор, и там быть, соответственно, коронован, миропомазан и все такое. Так вот, впервые в истории Российской империи царь сделал это спустя два года. 15 мая 1883 года это произошло. То есть два года он сидел в заперти. Сразу после убийства Лев Тихомиров, один из главных идеологов партии «Народная воля», написал ему довольно такое резкое, но корректное отчасти письмо, призывая Александра... Самое главное требование было всеобщеполитическое амнистия и вот начало какой-то там парламентской или хотя бы пропарламентской деятельности в России. Естественно, на все это консерватор Александр Третий, который в корне не принимал реформы своего отца, не мог пойти. И здесь у него одним из главных советников был товарищ... Ну, как товарищ? Он бы очень удивился, если бы его назвали товарищем. Хотя в то время было понятие товарищ в плане заместителя, например, товарища министра внутренних дел. И про одного такого товарища мы сегодня будем говорить. Константин Победоносов, оберпрокурор Святейшего Синода, был главным советником Александра Третьего. В ответ на письмо Тихомирова был выпущен манифест, который, по некоторым сведениям, сам Победоносов и писал, либо, по крайней мере, приложил к этому руку, причем в довольно большом объеме. В обществе его сразу прозвали «Ананасовым», потому что там была фраза «Ананас возложить священный долг самодержавного правления». Ну, и я тоже рассказывал, что дико троллили этот манифест, «Ананасы» выставлялись в окнах, полиция с этим боролась. Ну, в общем, что я могу сказать. Троллинг, он был всегда, это изобретение отнюдь не XX века и даже не интернета. Собственно, просто он менял свои формы, но суть его оставалась неизменной. И после того, как Александр II был убит, буквально спустя несколько месяцев, а еще точнее 14 августа 1881 года, было принято специальное постановление, которое называлось, я зачитаю, простите, «Положение о мерах сохранения государственного порядка и общественного спокойствия». И там вводилось два вида положений в стране возможных. Значит, усиленные меры, усиленное положение и чрезвычайное положение. И все они, соответственно, отличались по строгости передвижения и так далее. Вот, например, если это усиленные меры, то воспрещались возможные общественные и народные собрания и закрывались даже торговые и промышленные предприятия. Ничего не напоминает. А дальше была еще большая жесть. Если чрезвычайные меры нужно было предпринять, тогда вообще закрывались средства массовой информации и все учебные заведения, как минимум сроком на месяц. Опять-таки, ну, слава богу, сейчас СМИ не закрывает, но вот все остальное нам крайне близко и понятно. И вот пока Александр Третий сидел у себя там в Гачине, он в конце 1882 года написал Победоносцеву, ну, у них была такая очень серьезная активная переписка, он написал письмо, в котором была фраза, ну, я ее цитирую недословно, в смысле ее передаю, что иногда бывает очень тяжело, так тяжело, что если бы не вера в Бога и в его милость, то просто бы пустил себе пулю в лоб. Можете себе представить, да, настроение самодерства, вот этого колосса, да, который стал царь-мужик, все эти там кубанки, шаровары, сапоги, бла-бла-бла, вот это все он ввел в обиход и в моду, и вот-вот-вот он так себя чувствовал. И почему только 15 мая 1883 года произошла коронация? Да потому что в феврале 1883 года была арестована Вера Фигнер, там это все благодаря Дегаеву и действиям такого специально поставленного человека Судейкина, в принципе, гения политического сыска, которого потом укокошили на Староневском двумя ломами, точнее, обрубками этих ломов, Коношевича-Стародворский. Ну, об этом я тоже все это рассказывал, сейчас суть не в этом. В общем, Вера Фигнер была одной из последних, ну, таких главных, да, организатор народной воли, и Александр Второй, фу, извините, Александр Третий на полях донесения об этом написал, собственно, рукой, наконец-то попалась. И вот после этого уже они могли выдохнуть, ну, и вот он короновался, хотя, как вы знаете, впоследствии на него было совершено еще одно покушение, в котором был замешан, и не только замешан, а принимал одну из активных, принимал активное участие старший брат Владимировича Ленина, ну, и, в общем, это тоже мы все знаем, там, мы пойдем другим путем, бла-бла-бла, там, мама просит за него у царя, и так далее. Но он не был помилован, потому что он написал довольно странное прошение о помиловании, что, типа, сам-то я не хочу, но вот ради матери. Но такого Александр Третий не простил, и он, соответственно, был казнен. В стране на какое-то время наступило затишье, и я встречал такую, знаете, версию, очень распространенное наше время, что время-время, да, извините, без сценария я все это дело не произношу, что вот процарствовал бы царь Александр Третий, и была бы у нас совсем другая сторона. Мне кажется, это все чухня, потому что я уже миллион раз объяснял, что проблема все-таки в системности подхода. Система под названием самодержавия изжила себя уже и при Александре Третьем, и, собственно, это было понятно на примере даже не революционных каких-то тенденций, а по тем сдвигам в общественных и технических областях, которые происходили не только в России, но и во всем мире. Но, тем не менее, эта тема очень популярная, точно так же, как очень популярная тема, что, типа, если бы Столыпин, о котором мы сейчас будем говорить, был бы в 2014 году, он не допустил бы войны, и все почему-то забывают, что его уже должны были сместить, фактически, спустя, вот, некоторое время после того, как его убили, просто смерть его этому помешала. А дальше начинается следующая пора. Это уже боевая организация социалистов-революционеров. Вы тоже про нее уже все знаете, потому что я про нее все это рассказывал. Евна Азев, Борис Савенков. Убийство, два самых громких убийства они совершили. Ну, до этого, когда Гершуни этим делом руководил, там был убит конкретно в Петербурге министр внутренних дел Сипягин. А они вот, я имею в виду Савенков, были известны убийством Вячеслава Константиновича Плеве в Петербурге, и великого князя Сергея Александровича в Москве, дяди царя Николая II. И дальше они начали, соответственно, охотиться на новоявленного министра внутренних дел Петра Николаевича Дурново. Надо сказать, что Дурново до этого был директором департамента полиции, еще во времена Александра III, и он прославился в кавычках одной историей. У него была любовница, которая параллельно крутила роман с бразильским посланником. И поскольку Дурново, ну, как ФСБшник, мог читать периллюстрированные письма, то он заказал вскрывать корреспонденцию между его любовницей и этим бразильским посланником. Там все было понятно. Он с этими письмами пришел к ней, надавал ей пощечины, и вот тоже ас своего дела оставил эти письма. Затем даже устроил обыск в доме своего бразильского посланника. Тот не применил случаем на одном из балов подойти к Александру III и ему об этом рассказать. И Александр III, ну, там, по одной версии убрать эту свинью в 24 часа, по другой версии убрать этого дурака в 24 часа. В общем, тот был смещен. Но потом он вернулся, и вообще Дурново было несколько. Был его предшественник Дурново, был еще один Дурново, который сидел в Москве губернатором. То есть там, конечно, можно запутаться, но вот мы конкретно про этого, про министра внутренних дел говорим, который был уже в начале 20 века. И на него охотилась боевая организация социалистов-фролюционеров. Крайне интересно читать два источника. Это воспоминания Бориса Савенкова, воспоминания террориста, и книгу на лезвие с террористами начальника охранного отделения Александра Герасимова. Один пишет про то, как они охотились, а второй пишет про то, как, собственно, он пытался с этим бороться. Была введена террористами привычная система наблюдения, извозчики, затем разносчики газет, и там один из террористов, не помню, по-моему, Смирнов его, что ли, фамилия, они, естественно, не носили с собой оружие, потому что если бы их арестовали, это была бы очень такая мощная улика, которая бы все скрывала. Он стоял, продавал газеты, и к нему сам Дурново подошел, и эту газету купил, а тот не мог даже ничего сделать. Из-за чего они сделали вывод, что он переменил тактику передвижения, то есть он, если раньше ехал узнаваемый, да, экипаж, как в случае с Плеве, то теперь все было иначе. Тем не менее, Герасимов в своих воспоминаниях пишет, что пока он не мог выйти на след своих этих государственных преступников, он всячески рекомендовал Дурнову оставаться дома. И один раз Дурновой ему сказал, что, ну, я даже ужин уже заказал, потому что он собирался ехать к какой-то очередной подруге, на что Герасимов ответил, что в этом случае он снимает себе всю ответственность и перекладывает ее на плечи министра. Ну, в результате этого он остался. Да, кстати, еще такая интересная деталь, с этим связанная, тоже мне очень понравилось в воспоминаниях. Тогда расплодились, возможно, сатиритические газетки и листки, и там периодически были карикатуры на Николая II, на Сергеевича Витты, на Дурнову. А Дурнову не понимал их смысла, Герасимов ему объяснил, что вот это вот, значит, это Витты, а вот это, видя там, свиньи или жабы, это вы, ваше превосходительство. Дальше уже мы начинаем разговаривать про вот недавний сюжет, который я освещал на канале Гоблина. Это, соответственно, боевой отряд северный... Господи, каждый раз, не могу произнести это запутанное название, северный летучий боевой отряд северной области. Вот так вот он назывался. Ну, хотя он там варьировало всего название в зависимости от... Значит, они охотились на несколько высокопоставленных лиц, среди которых были министр юстиции Щегловитов и великий князь Николай Николаевич Младший. Так вот, под Новый год Николай Николаевич должен был, естественно, ехать поздравлять царя. Герасимов настаивал на том, чтобы он этого не делал. Николай Николаевич ответил ему, что я не могу не поздравить своего монарха. Ну, в общем, Николай... В смысле, Герасимов подключил к этому и Сталлыпина. Его уговаривали. В итоге Николай Николаевич так и никуда и не поехал. То есть он остался представлять себе дома. Точно так же отсиживался и Щегловитов, на которого пытались покуситься. Бесполезно, вот, рассказ семьи повешенных Андреевой, вот, именно про это был написан. То есть, вот, пожалуйста, сидят министры в запертине и не могут выехать даже на, казалось бы, знаковые такие события. Ну, а затем, естественно, Сталлыпин, который после взрыва на Пекарском острове, своей даче, Николай II позволил ему жить в Зимнем дворце. И он ездил в Петергоф. Николай жил тогда в Петергофе по воде. Соответственно, он уходил в Зимнем дворце, садился в пароход и ехал в Петергоф. К нему не было доступа. Тоже сидел в запертии довольно долгое время. И сам Николай II, когда уже Александр Герасимов взял под свою опеку Евна Азефа, и тот поставлял ему нужную информацию, прежде чем приехать в Петербург, а он жил, как вы знаете, либо в Царском селе, в Александрском дворце, либо в Петергофе, он давал знать Герасимову, ну, не самому ему, через, естественно, высшестоящие инстанции. Тот сносился с Азефом. Азеф говорил ему, есть террористы или нет в данный момент в городе. И Герасимов говорил, можно или нет ехать в Петербург. И Николай II к этому прислушивался. То есть тоже вот человек сидел в запертии. Соответственно, вот такая вот самоизоляция и такой вот карантин, но, правда, от другого коронавируса. Соответственно, спасибо вам за внимание. Мы ждем окончания вот этих всех прекрасных, в кавычках, событий. Оставляйте комментарии вот там. Я вам на днях, может, еще что-нибудь подкину. Пока.